В декабре 2017-го Саратовской ГЭС исполнилось 50 лет. Несколько поколений балаковцев, объединённых общим делом, встретились в День энергетика в уютном зале Театра юного зрителя, чтобы вспомнить, как полвека назад строилась Саратовская ГЭС, какое место сейчас она занимает в сердцах её сотрудников. «Страну окутал всю прогресс, ведь родилась на Волге ГЭС. Она будто крепость над гладью стоит, турбинами тихо своими шумит. Куда взгляд не кинешь, повсюду видна. Для нашей души она вовсе одна». «Разумеется, это что-то большее, потому что Саратовская ГЭС – это энергетика. А в энергетике лишние люди не бывают. Ответственно это заявляю, как специалист по управлению персоналом. Энергетика – это призвание прежде всего». Такие масштабные встречи нескольких поколений гидроэнергетиков случаются раз в год. А за это время столько всего происходит. И поэтому нужно успеть до торжественной части обсудить изменения в работе гидростанции, вспомнить важные моменты истории, да и просто расспросить, как дела у коллег, нынешних и бывших. Впрочем, юбилей станции – это праздник для всего города. И торжество гидроэнергетиков разделили их многочисленные партнеры и друзья. «Мы всегда работали, сотрудничали с ГЭС. Замечательные мы проводили конкурсы буктрейлеров по книге «Отмачта до Киля», которая была выпущена при поддержке Росгидра. Великолепный прошел конкурс исторических фотографий, награждение, которое проходило у нас в библиотеке. Конечно же, мы очень рады, когда библиотека получает подарки. Ну, а лучший подарок для библиотеки – это книги, и «Саратовская ГЭС» нам в этом очень помогает формировать книжный фонд. Благодаря руководителю Леониду Градзинцову при поддержке коллектива «Саратовской ГЭС» нам удалось выполнить ремонтную работу фасада здания школы и большого концертного зала. Мы очень благодарны всему коллективу «Саратовской ГЭС» за поддержку и понимание в деле воспитания молодого подрастающего поколения. «Саратовская ГЭС» является социальным партнером Балаковского политехнического техникума. Уже на протяжении более чем 20 лет. И вот сегодня я от лица коллектива и администрации Балаковского политехнического техникума прибыл поздравить коллектив и руководство «Саратовской ГЭС» с праздником «Днем энергетика» и юбилеем «Саратовской ГЭС». Внимание! «Саратовская ГЭС»! Вахта 1 смену принять! Нагрузка на станции полная! Эти слова по громкой связи слышит каждый сотрудник ГЭС. Значит, все в порядке! Гидроагрегаты работают в штатном режиме! Пройдут годы, десятилетия, вырастут новые поколения, но советские люди никогда не забудут строителей, создавшие на Великой Русской реке уникальное сооружение – «Саратовскую ГЭС» имени Ленинского комсомола. И сегодня первые слова поздравления я хотел бы обратить к ветеранам-гидростроителям, строителям управления «Саратов-ГЭС-3», которые в тяжелые времена за короткий срок под руководством Николая Максимовича Иванцова построили уникальную «Саратовскую ГЭС». Вы оставили кусочек своей души на «Саратовской ГЭС». И, наверное, поэтому наша «Саратовская ГЭС» – самая светлая, самая красивая среди всех гидростанций нашей страны. Праздник трудового мужества, красивый юбилей, праздник настоящего света, праздник света, который вы подарили 50 лет назад для всего Советского Союза. Ну а для города Балакова вы поистине сделали колоссальный толчок развития. И город Балакова громко стал называться «Город Балакова пяти комсомольских стройек», потому что вы сделали первый подвиг первой комсомольской стройки. Теплая атмосфера праздника с чествованием ветеранов удивительно сочеталась с технически продвинутым форматом встречи. Интерактивные кулисы, видеоролик с инфографикой, аймак-трансляции крупных планов на сцене, наконец, лазерное шоу – все эти современные технологические приёмы Балаковский ТЮС, пожалуй, видел впервые. И это символизировало мощь и техническое обновление современной ГЭС. В ходе прямой трансляции из зрительного зала ведущий расспрашивал сотрудников Саратовской ГЭС и ветеранов гидроэнергетики о предприятии, об интересных моментах в их работе, а также о том, сколько лет они отдали гидростанции. И такие живые воспоминания украсили этот вечер. «Прошла с отцом фактически весь Волжский каскад ГЭС. Подъезжаю теперь к Балакову и, видя вот это грандиозное сооружение Саратовской ГЭС, охватывает необычайную гордость за это мощнейшее сооружение, которое так красиво, достойно и очень удобно устроено и послосознанно, и которое украшает великую нашу волну около Волокова». Лучших сотрудников Саратовской ГЭС по традиции наградили почетными грамотами Министерства энергетики Российской Федерации, благодарственными письмами губернатора Саратовской области и грамотами ПАО «РУС ГИДРА». Ну а после торжественной части хорошим подарком для всех гостей праздника стало выступление звезды российского уровня, певца Родиона Газманова. Песни, знакомые и новые, энергетики подпевали всем залом. Родион Газманов общался с публикой, поэтому даже незнакомые композиции все исполняли хором. А одну песню Родион посвятил энергетикам. «Припепляется так. Вкрути свои лампочки в мои перегоревшие фары. Ну вы понимаете, да? И тут у меня был беспроигрышный аргумент, потому что сегодня какой день? День энергетика, естественно. Поэтому, ну, я не знаю, здесь энергетики же есть в зале. Все это понимают. Ну, во-первых, давайте покресим, поаплодируем всем энергетикам с праздником. Ну, во-вторых, песня про фары. Поехали. Я надеюсь на вашу поддержку. Я жил в одиночестве, и каждый день был страшным кошмаром. Я жил в одиночестве, и каждый день был страшным кошмаром. Но тут появилась ты, любовь в мое сердце попала. Вкрути свои лампочки, в мои перегоревшие фары. В течение часа Родион Газманов дарил балаковцам свои песни. А на бис, по просьбе публики, исполнил очень красивую песню парами. И она про то, что так часто бывает, что два человека хотят быть вместе, но по каким-то причинам этого не случается. И если вдруг вы в какой-то части этой песни поймете, что эта песня написана про вас, поднимите для меня руку, и я буду знать, что я здесь такой не один. Смотрю, смотрю в твои глаза, Безломные, как Олдер, бездомные, Безличные, как детская душа. Я не хочу решать, легко сказать, Когда твое и чье при счастье Замерли в палате на лесах. Замерли в палате на лесах. И Родиона Газманова балаковская публика тоже не хотела отпускать. Да и сами музыканты, отработав концерт, отметили, что им понравился прием. По-настоящему теплый и полный позитивной энергии. Ну а после концерта зрители еще долго напевали песенку про Люси и про то, что никогда не кончается летом. Вы лучшие! С юбилеем!